Целая стопка рукописного текста. Ветерана Анна Акимовна Федотова в августе отметит юбилей – 90 лет. Из них последние семь она вынуждена писать жалобы во все инстанции. Над ее квартирой протекает крыша. Нужен ремонт. И вот я куда бы ни обращалась, все время отвечали – скоро, срочно. В 2016 году сделают здесь и в 2017 году сделают крышу. Так и делают. Особенно затапливает пенсионерку в период дождей и таяния снега. За всю зиму, по словам остальных обитателей дома номер 199 по улице Танкистов, снег с крыши не чистили ни разу. А на днях такая халатность и вовсе привела к катастрофе. У нас 22 числа. Упал снег с крыши, потому что ее не чистили. Упало вместе с шифером. Получается, снесло полкрыши. Повредилась газовая труба. Я услышал, как пошел газ. Сразу позвонил в службу газовую. Приехали. Забили чопик и на этом все. На следующий день, 23 февраля, приехали газовые компании, которые варили непосредственно здесь газовую трубу. При неправильной варке трубы дом загорелся. Сейчас, я говорю, пока весь газ не выгорят, он так и будет полыкать. Воду просто так не потушишь. О, не терпись. После того, как все уехали, разъехались. После пожара, да? Да, да. Мы ходили в магазин, мужчина за нами. Подождите вы отсюда, да, отсюда. Я замглавы, я хочу посмотреть, там с вами поговорить. И он клятвенно обещал, что на следующий день, то бишь 24 числа, приедут с люлькой, потому что она обяжет администрацию управляющей компании приехать и собственноручно, руками снять это, потому что там шифер. Как он представился замглавы? Кто? Соловьев Александр Александрович. Однако никто крышу так и не почистил. Мы хотим, чтобы нам заменили крышу, так как везде поменяли, а у нас нету. И сделали ремонт подъезда. Также тополя, они тоже падают нам на крышу и, соответственно, крыша тоже ломается. Никаких водооттоков, ничего нету. То есть нас просто заливают. После пожара часть крыши, что над квартирой Анны Акимовны, все же починили. Но и ремонт этот оказался похож на те же отписки, которые пенсионерка получает все это время. Приезжали семь этих листов, привез, он их пополам распилил, вот сделал. Ночью пошел сильный-сильный дождь со снегом и все опять в общем коридоре потекло. И вот мне на кухне, в зале и в ванной все течет. А я ветеран войны, я астроганка. У нас фронт стоял 20 километров от села. И мы ухаживали. Дети тогда еще учились в школах. Заранее у меня на руках умирали 19-летние солдаты на моих глазах. Я тогда пережила. И сейчас, как видите, вот все течет кругом. И вон медали. И каждый год мне рода их поздравляют. А мне на голову течет и на мои вон медали. Анна Акимовна не теряет надежды, что власти города все-таки услышат просьбы ветерана о помощи. И свой юбилей она встретит под отремонтированной крышей. Продолжение следует...